Конец ноября в нашем городе частично напоминает весну. На улицах лужи снег тает. Откачивать скопившуюся воду в коммунальных службах, по всей видимости, не торопится. Такая вот вода за морсками приносит еще куда больше неудобств для пешеходов, да и для машин тоже. Если же сейчас здесь невозможно пройти из-за больших луж, то в гололёдицу есть риск получить травму или попасть в ДТП. Самые большие неудобства скопившиеся лужи приносят пешеходам. Позади меня находится перекресток по улице Левенцова. Здесь из-за скопившейся лужи вокруг пешеходного перехода людям приходится обходить его другими путями, что предоставляет неудобства и даже автолюбителям. Проблемные участки служеби в районе жилгородка наблюдаются в основном на пересечениях улиц. К примеру, у перекрестка проспекта Победы с проспектом Мира автомобили проезжают по воде, забрызгивая прохожих. А на пересечении Победы и улицы Левенцова вовсе нет доступа к пешеходному переходу. Его полностью заполонила вода, а людям из-за этого приходится перебегать дорогу, дабы не попасть под колеса машин. Нет, не видели. Вчера здесь было еще хуже. Вообще как? Неудобства бывают? Да, особенно вот там дальше, когда к поликлинике идешь, через дорогу перейти не получается, приходится обходить. Видели, что откачивают, как-то убирают? Видели, но надо исправлять это. Надо исправлять. Да, наверное, когда проходим, брызгается уже. Думаю, да, надо откачивать. На приезжей части очень неудобства. Сейчас такие, не только здесь, другие. Да, да, я на старой части работаю, там меня один раз так забрызгали. Местные жители вспоминают, что коммунальные службы латали здесь ямы, но из года в год ситуация с лужами остается. Позавчера с трех, с 15.00 до 20.00 работало 10 техник для откачивающей машины. Кроме этого, сегодня у нас поступили звонки. На службу 109 комиссионно выехали, посмотрели, но там нет никаких угроз. По поводу жилогородка. Этот жилгородок, этот двор многогитарственных жилых домов. Просил, по-году я только вчера же проехал, там нет воды. Несмотря на действия со стороны сотрудников отдела ЖКХ, ситуацию с накоплением воды после таяния снега все же стоит мониторить ежедневно. Тамирис Шумабаева, Юрий Шаповалов, программа «Факт».